Свипстейк ТДС Но был один подход, который я потестировал только спустя 3 месяца после знакомства с нишей, и он оказался куда вкуснее контент локинга при грамотной настройке. Я назвал этот подход Свипстейк ТДС, и по сути он вырос из вопроса, как мне монетизировать абсолютно весь трафик. Ответ был прост. Сделать в ТДСке такую систему, чтобы под каждую страну было свое предложение, а также обеспечить сплит-тесты офферов для выявления лидеров по стране. Сразу скажу, что данная схема не для новичков. Я рекомендую переходить к ней только если вы набили руку, и у вас в постоянной работе более 500 аккаунтов, и вы льете более 1000 посетителей в сутки. Если нет, то начните с стандартных контент локеров, так как вам не будет хватать данных для оптимизации Свипстейк ТДС. Аккаунты в таком случае оформлялись как всемирная лотерея, или скидочный агрегатор, куча ваучеров для тебя прямо сейчас. Почему я не предлагал всем просто айфоны? Потому что офферы в разных странах разные. Где-то не разыгрываются айфоны вообще, но зато разыгрываются самсунги, да и подход с разноплановой лотереей привлекает народ лучше. То же самое с ваучерами и скидками. В каждой стране свои магазины и популярные бренды. Затачиваться под что-то конкретное нет смысла. Подобные подходы позволяли мне сливать трафик тоннами, без сотен аккаунтов, не парясь ни о чем. Арабов, кстати, слал на опционы. Работа делится на два этапа. Первичный запуск и оптимизация. Между ними у меня проходит обычно неделя-две. На первичном запуске мы берем максимальный набор Свипстейк офферов. Можно что-то добавлять, например, опционы для арабов. До пяти на каждую страну или группу стран. И начинаем сливать трафик в равных пропорциях через ТДС. Например, на Кейтара можно распределить по процентам долю трафика на каждую ссылку. Если пять ссылок, ставим каждый по 20%. Как только наберется более-менее адекватная статистика, я добирал до 10 тысяч кликов как минимум суммарно за все дни по всем странам, то заходим в партнерки и смотрим по каждой стране, что сконвертировалось лучше. Оставляем фаворитов, убираем лишнее, можно добавить новые офферы в тест. По моим наблюдениям, офферы редко идут ровно, всегда есть заметный лидер. И регулярно встречаются нулевые офферы, на которых лиды практически не идут. Со временем получается система для наилучшей монетизации трафика со всех стран мира. Офферы я обычно беру из партнерок, специализирующихся на контент-локинге. О них речь пойдет в отдельном блоке. Сама система основана на Кейтара ТДС, описанной ранее.